Я не считаю, что у всех есть душа. Душу человек теряет, и потерявшая душу у большинства людей после смерти не будет ничего ровным счетом. Ну это, блин. Без Б. Ну нет. Ну да. Ну нет, Юрий Николаевич, нет. Это все пустые бла-бла. Насыпает новая реальность. Кирдык высоколобым. Кирдык желанию вообще сделать что-то вне референса. Кирдык. А вы из российской рок-музыки что-то слушаете? Да нормально. Нормально? Да я могу слушать. Вырубите на... Вырубите... Я всеми пальцами за, чтобы вырубить на... Чего? Вы очень крутой, конечно. Чего ты говоришь? Блин, как круто. Да что круто? Мы о чем говорим? Давайте, давайте что-нибудь такое менее попсовое. Давайте о чем-нибудь... О Киркигоре. Вы же можете это... Вы меня переоцениваете. Юрий Николаевич, а вы с Рязанцевой. В каких отношениях? В хороших отношениях, нормальных. Рабочих. Я был знаком с ее мужем, Овербахом. Я как бы давно их знаю, этих людей. Приятельствовали с Овербахом или так? Нет, они приглашали меня на работу, когда я как бы вошел в некий тренд широко известных в узких кругах персонажа. Вот такого андеграунда. Он приглашал на работу, на экранизацию одну Стругацких. Стругацких? Стругацких, да. Тогда была какая-то такая полоса Тарковского, фильм «Сталкер», потом «Наш Сокурова». Там как бы ничем это не кончилось. Но я не потянул тогда еще. Ну что, Сокурова вытянули, а Овербаха нет? Ну, там как бы другие несколько были требуемые. Я не потянул, а когда я потянул через месяц разговор, они уже как-то и не хотели это все делать. Ну, это, видимо, было несерьезно просто. А может быть, это просто была такая навшивость проверка. Навшивость? Ну да. Как бы, ну вот появился какой-то человек, что-то о нем говорят, дайте мы посмотрим. Ну, посмотрели, а, ничего особенного, все это, дутые вещи. Ну, что-нибудь такое может сделать. Ну как, ну обычно, что это? А у них своя тусовка была такая? Ну, конечно. А кто там был, собственно? А своя тусовка, ну я насколько понимаю, это интеллигенция, поэтическая интеллигенция. Вот эти вот все шестидесятники. Ля минор, аккор, ми мажор. Сначала семь струн, потом шесть струн. Вот звезда, как там, рюкзак за плечи и пошла. За моего поколения все было дико. Дико? Ну дико, конечно. Но мы же как бы рок-н-ролльщики, это все другое все. Какая звезда, какой рюкзак. У нас все на один аккорд больше, на несколько децибеллов громче. А вы в тот момент чего слушали? Для вас какая главная группа была? Ну как, ну я же эту отраву слушаю с шестьдесят пятого года. С шестьдесят четвертого года. Когда в начале шестьдесят пятого, Ростоцкий Станислав, знаете такого? Конечно. Вот он в мою историю вошел вовсе не фильмом. Белый бинт. Азорий. А уж тем более не Белый бинт. А как человек, который к нам в дом привез «Хардельзнайт» Битлз. Пластинку привез? Ну конечно. Чуть ли не из Лондона. Эта «Хардельзнайт» ходила по всем этажам абсолютно. В конце концов превратилась в такую клеенку. Вот. Да это было конечно нечто. Это был взрыв в мозгах. Вот. И уже с этой поры я уже как бы слушал сначала их авторов, а потом уже весь корпус этой музыки. И сейчас продолжаю слушать. Все. Индии и прочее. Весь корпус вы имеете? А кто рядом с Битлз стоит? Я не знаю. Ну как? Ну какие-нибудь там авторы Between the Buttons и The Satanic Majesty's Request. Роллинг Стоунс. Это роскошный, роскошный альбом. Кстати, не построены по принципу референсы, которые сейчас все по референсу строятся. Да. А это нечто новое. Так же как револьвер и прочее у Битлз. Ну там же довольно много хорошей музыки было в Британии. Скажем, Kings какие-нибудь. Как бы она второстепенная группа, но вовсе не. А потом пошли технари, которые в секунду делали несколько пасов пальцами к Хендрикс. Сказали, что это гений. Хендрикс притащил тяжелый рок на основе блюза. Вот. Все это так дымилось до катка под названием диско. Каток прошел, если бы не Курт Кобейн, а то вообще бы как бы ничего не было. Но Кобейн, собственно, дал Бритпопу импульс. А Бритпоп вот инди притащил сейчас. И слава богу, как бы музыка есть эта. А все-таки какой альбом Битлз вы ставите выше всего? Ну и откуда я знаю? Ну для вас. Ну и естественно вот эти пахалки. Револьверс, Саджет Пепперс и Берро. Вот это как бы нечто. Ну даже вот, собственно говоря, в браковке Битлз они сейчас интересны. Поскольку мелодическая как бы основа музыки падает, и рок-н-ролл некоторое время сохранял, даже если брать консерваторскую музыку, вот эту мелодическую как бы основу, покуда работали вот эти люди такие гениальные или полугениальные. А сейчас это на уровне референсов, но и референсы есть абсолютно блестящие. Там какие-то там, The Might Be James из Бруклина, там они играют лет 30, это замечательные. Это такие пригов, пригов в рок-музыке. Но они по принципу референсы работают, это как бы слышно. Но они гении, два Джона, два гения. А мелодическая основа для вас важна? Ну да, конечно. Она ритмическая, я ее очень люблю, поскольку она довольно примитивная ритмическая основа, и вследствие этого я рэп как музыку не воспринимаю вообще. Ну, ритм, да, ритм – это такая первичная стихия, которая легко очень подключится, она, безусловно, универсальна. Но музыка – это нечто более сложное. А вы слышали, например, Кендрика Ламара? Нет, нет. Может быть, я слышал, но не могу сказать, что это застрялось. А сольные альбомы, последние, предположим, Маккартни, как вы оцениваете? Ну, 18-го года, по-моему, хороший альбом. И временами он такой исповедальный, что от этого слона, который умеет все, я с удивлением это все воспринял. Потому что, да, там исповедальные интонации довольно откровенные. О том, что пипл хавает, и вообще о том, как это все делать. Я положительно. Дай бог, чтобы там на восьмом десятке кто-то сохранял бы хотя бы временами эту энергию. Каждый год, блин, одно и то же. Это черная пятница, это настоящее испытание для меня. Найти что подешевле, все самое лучшее, купить со скидками. Ладно. Так и быть. Сделаю для вас обзор лучших покупок в черную пятницу. Что там у нас? Стоп. Самое лучшее, оказывается, принести с собой в пакете нельзя, но всегда можно носить с собой. О чем это я? О курсах Data Science от Skill Factory. Это образовательная программа, в рамках которой вы сможете получить новую профессию. А в честь черной пятницы скидка на курсы 50%. Звучит, конечно, как профессия из далекого будущего. Но такие сотрудники востребованы уже сейчас. И самое удивительное. Этой профессией могут овладеть люди, которые не являются технарями, не знают высшей математики. А вот такие обычные, как я, например. Возможно, даже гуманитарии. Так чему же учат на курсе? Создавать свои нейронные сети, искусственный интеллект и внедрять машинное обучение. Предсказывать будущее. Например, рейтинг ресторанов на TripAdvisor, банкротство банка, политический конфликт. Разбираться в Big Data и облачных хранилищах для данных. И, конечно, на курсе научат руководить командой специалистов и менеджерить работу нескольких сотрудников. Да еще и трудоустроиться помогут. Итак, для тех, кто досмотрел до этого момента, хочу сказать, что ребята из Skill Factory для наших зрителей сделали специальный промокод, который будет суммироваться с основной скидкой в черную пятницу. А еще я оставлю для вас ссылку на курсы в описании к этому видео. Вкладывайтесь в себя, а не в вещи. Переходите по ссылке в описании и заполняйте анкету. Вот прямо сейчас. Потому что такой возможности никогда не было и, может быть, уже не будет. Ну а что вы думаете про Pink Floyd? Floyd? Надеюсь, это все в эфир не пойдет. Почему? А мне дано. Ну что это? Травить людей всем этим. Я, как ни странно, дано, ты бирдой. Флойд, вы знаете, я вот когда в Уотерс ушел, я считаю, что, во всяком случае, в Division Bell группа обрела нечто. Просто они уже были старые. Мне вот, скажем, Division Bell, ну, естественно, в Darkside, это мне уже как бы всем. А Division Bell мне очень нравится. Он без Уотерса. А лучше его хер? Ну, поменьше, но слушать можно, слушать можно вполне. Там о Pink Floyd, вот что было с Уотерсом, там как бы довольно количественно скромные музыкальные идеи растягивались там минут на восемь, на девять. Это как бы для моего поколения это как бы западло, это такой кетчуп, который заменяет блюдо. Вы там привыкли к трехминуткам разнообразным, понимаете? Много идей, а три минуты и люди ничего не растягивают. Здесь вот это растяжение, 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 это видно все как делается. Ну, естественно, это мастодонты, монстры, слоны тоже, что же говорить там. Ватерс возьмет гитару, мастер пентатоники и сколько из пяти нот сделает нечто. А сольники последние Гилмора как вы оцениваете? Да нормально. Нормально? Да я могу слушать, я могу слушать, я не знаю. Мне вот эта вся как бы относительная молодежь типа «Зельмайд Бит Дженс» ближе мне, эти все ребята. Ну, как бы уже не ребята, а лет пятьдесят за сорок-то какие-то ребята. Я это могу слушать с удовольствием. Или Тревис Шотландцев, тоже они там под пятьдесят. Новая пластинка приличная, приличная вполне. Ну, вы меня простите заранее, а вы из российской рок-музыки что-то слушаете? Да. Мои вкусы примитивные. Я знаю, естественно, БГ, я знаю вот этих всех корейцев ЦУ. Я знаю Черного Лукича и… Гражданская оборона. Естественно, гражданская оборона. И, собственно, высоко их ставлю, несмотря на вторичность. Я считаю, это вторичные, да, это все ребята вторичные, но они… Для России они хороши. И снова я не могу сказать, что… А, я еще слушаю вот этих… Из Казахстана чудовищных ребят под названием «Адаптация». Я… Это интересно. Это интересно, это такие панки. Это весьма интересно. Это громко и очень протестно. О том, что суки задавили во всех. Ну, можно послушать. Очень-очень-очень неплохо. Они руссоязычные такие. Очень при… Это все очень прилично. Так что я что-то как бы временами слушаю. Но, 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 но… Естественно, я много слушаю и камерной музыки современной. Вот. И как бы тут мы сделали фильм, я как режиссер там выступил, я использовал как бы камерную музыку Бенни Андерсона, который… Изаба, который сейчас пишет эти, вы знаете, да, и Джорджа Мартин, это продюсер Битлз. Вот. И выяснилось, что в общем это можно купить, это все как бы достойно, и этого как бы никто не знает. Я как бы картину показываю, а никто как бы не знает этой музыки. А музыка очень приличная, весьма. Хороший мелодист. И Андерсон хороший, и Мартин покойный. Он, конечно, похоронил себя продюсерской работой из Битлз, как композитора, но он весьма одаренный. Вот дядька. А как вы оцениваете тексты Егора Летова в «Сумцегражданском»? Да нормально. Вырубите на… Вырубите… Чего что-то? Я всеми пальцами за, чтобы вырубить на… и не включить. Блин, как круто. Да что, круто. О чем мы говорим? Давайте, давайте, что-нибудь такое менее попсовое. Давайте очернивать… Да, Юрий Николаевич, вы меня переоцениваете… Киркегоре, строение вселенной. Вы же можете это… Вы меня переоцениваете, правда. Киркегоре. Я, кстати, сегодня с утра столкнулся с Киркегором. Я прочитал статью Максима Семеляка, вы знаете? Да, немножко. Да, он написал коротенькую рецензию для сеанса про фильм Виттенберга, который сейчас вышел, про четырех чуваков, которые решили бухать каждый день. Ну, это нам близко. Да, и он взял… Он говорит, что Виттенберг поставил Киркегора в предисловие к фильму, написав, что… Какую-то цитату взял сейчас… Что-то значит… Жизнь – это сон, а любовь – это содержание этого сна, что-то такое. И Семеляк говорит, что у Киркегора есть более точная цитата, подходящая для этого фильма, что на самом деле есть два типа людей. Есть люди, которые живут воспоминаниями, а второй тип людей – это люди, которые живут еще чем-то. Но самые несчастные – это те, кто живут воспоминаниями. А вы знаете, что их большинство… Я вам могу сказать, что это такое. В отрыве от Киркегора, обращаясь к травматической психологии, это такая наша школа, которая в 80-х годах у нас в России была. Я сейчас не знаю, насколько она развивается. Там такая Елена Черепанова моя знакомая была. Они реабилитировали после Афганистана людей и разрабатывали как раз эти понятия стрессоустойчивости и нестрессоустойчивости. Вот эти вот несчастные, которые воспоминаниями живут – это не стрессоустойчивые люди, знаете, примерно 75 процентов. Понимаете, их как бы большинство. Они привыкли… для них повторение повторно. Одно и то же – инерционность, основа жизни. Основа жизни – инерционность. Но надо вам сказать, чем плохие медиканские картины, тем, что они врут о человеке, на мой взгляд, очень сильно врут, тем, что говорят, что характер изменяется и что судьба в наших руках. Характер не изменяется, характером движет инерция. И вот, скажем, травматическая школа, она об этом знает, что человек повторяет одну и ту же программу из поколения в поколение. Десятки лет – то, что обложено с детства. Изменений никаких не может быть. Вследствие этого, если мы ждем от исторического процесса принципиальных изменений, то не надо ждать. Потому что человек не может принципиально измениться. Инерция – главный фундамент характера. И вот что ты получаешь, как бы, в детстве – то, чем ты живешь. И, конечно, воспоминания о славном советском прошлом, о замечательном золотом кино, которое у нас было – одна из основ инерционности. Отвечает ли она реальности? Ну, а кто его знает? Эти самые люди, именно не стрессоустойчивые, любые изменения внешние рассматривают, как удар по самим себе. А вот эти небольшой процент… Ну, как небольшой? Там у них где-то процентов 20 получается людей стрессоустойчивые. Любое изменение воспринимают, как повод для саморазвития. А, шанс появился! Но их мало, их мало всегда. И, кстати, вот эти люди – 20% потребителей так называемого авторского кино. И вы понимаете, что 80% всегда со своими бигмаками на экране задавят. Я не знаю фильма, который вы сейчас… А он только вышел. Может, он замечательный, а может быть, это «Барахло» с цитатой из Киркегора. Как бы никто не знает этого. Я, во всяком случае, не знаю. Вот, но эти 80% бигмаков в кино, они всегда задавят этих 20%, которые в кино ищут нечто новое. Не только референсов того, что было. Референсы, референсы. А вам лично удалось справиться с воспоминаниями, в смысле отделаться от них? Ну, я никогда их не абсолютизировал, эти воспоминания. Я живу в настоящем и в будущем. Ну, конечно, в будущем у меня уже мало возраст. Вот. Но я не считаю, что нужно жить в прошлом, и нужно это все бесконечно одну и ту же программу воспроизводить. Она скучна. Что касается, опять же, если уж кино тут зашла речь, с вашей подачей, с вашей легкой руки. Ну, советское кино, ну, фильмов 20 за всю историю, ну, 30 снятых. На мой взгляд. А назовите несколько, чтобы понимать, о чем вы говорите. Ну, зеркало, например. Она представляет? Зеркало Сарковска. Она представляет сейчас по опросу авторитетному сайту МСАУНД журнала критиков, то ли вторую, то ли третью позицию лучших фильмов всех времен и народа. Ну, зеркало – это само воплощение, вообще, как бы, ну, вечного возвращения, воспоминания. Да, это по сюжету воплощение, а по форме – это абсолютно произведение, как бы, авангардистское и новое. Ну, согласны. Ну, действительно. Ну, потом же там, как бы вам сказать, возвращение там осматривается как духовная величина, спиритуальная величина. Понимаете, вечность души, вечность человека, как божьего творения, там несколько… Это не то, что «Сталин – наше все» или «Пушкин – наше все». Это, как бы, несколько другого. Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя только, когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да. Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. А еще, кроме «Зеркала»? Ну, вся наша школа арт-кино, сейчас это называется арт-кино, тогда это называлось поэтическим кино. Ну, я считаю, что два фильма Кончаловского очень хороших. Какие? «Дворянское гнездо и дядя Ваня», которые очень много дали просто эстетики нашего авторского кино. Ну, и «Осилиане», Грузия, часть СССР тогда, несколько фильмов у Панфилова. Ну, там можно. И, кстати, «Неоконченная пьеса для механического пианино», я считаю, что это просто настольный фильм для режиссеров для всех. Потому что эта картина абсолютно, как бы вам сказать, это такая антология режиссуры на тот период времени, на 77-й год. О am… Оам… О gram… Ну и, конечно, собственно, классика «Земля Довженко», «Изенштейн», «Стачка» – это все очень... Ну, и сколько там наберется? Баллада «Солдат» и «60-ники», конечно, «Летят журавли». Сколько там набирается? 30 наберется, уже хорошо. А чего вы ни одну картину Сокурова не назвали? И вашу, соответственно. Ну, кем бы я был бы в своих собственных глазах, если бы я не унижал бы наши картины, а возвеличивал бы их? Вы о чем вы говорите? Я считаю, это абсолютно неприлично. А знаете, я вот заложил, да, основы современного кино. Я получил такие-то... Нет, это не для меня. Не для меня, нет. Никогда вы не дождетесь этого. Где бы я ни проснулся и как бы ни проходил мой день, я не представляю его себе без кофе. Обычно это шот эспрессо обязательно со стаканом воды или хорошо разбавленный молоком пенистый капучино. Кстати говоря, в Египте монахи пили кофе перед вечерней молитвой для того, чтобы прогнать сон. А в Италии, например, строго-настрого запрещено пить капучино после полудня, потому что считается, что молоко после обеда уже не усваивается и идет во вред. А вот эспрессо в Италии можно пить несколько раз в день. Россия появлением кофейной культуры обязана Петру Первому. Изначально знать, которую император заставлял пить кофе, сильно противилось, потому что он был дорогим и горьким. Но спустя столетия кофе все-таки обруссел. И появились даже специальные кофейники-самовары. С моим съемочным графиком кофе я выпил, наверное, уже сотни литров. И в сотни разных мест. Но хочется, чтобы именно хороший кофе был всегда рядом. Поэтому я рекомендую вам кофемашину Philips EP5444. С ней вы можете приготовить до 12 видов кофе, а мой любимый капучино у нее получается особенно. Все благодаря капучинатору Latte Go. Для тех, кто любит кофе покрепче, есть функция Extra Shot, добавляющая ристретто в выбранный напиток. Еще в машине есть максимально интуитивный дисплей. Он поможет занести в память индивидуальные настройки приготовления. С уходом за кофемашиной также не возникнет трудностей. Капучинатор легко мыть, а фильтр Aqua Clean надолго защитит ее от накипи. Ну и посмотрите на этот современный дизайн. Кофемашина Philips Latte Go серии 5400 украсит собой любую кухню. В описании к этому видео я оставлю промокод со скидкой в 3000 рублей на кофемашину Philips Latte Go серии 5400. Переходите по ссылке в описании для того, чтобы чаще радовать себя хорошим кофе. Маму с папой часто вспоминаете? Мама с папой, ну я вспоминаю, ну как бы я молюсь за них, за их души утром и вечером, поскольку родился в России, родился в контексте христианской культуры, в православном изводе. И в этом плане я их вспоминаю каждый день. А если как бы говорить об этом больше, то я не понимаю тех жертв, которые они принесли для государства, которого нет, а которые, в общем, похоронены. И представить это количество жертв, которые принесено на алтарь того, что схоронили за несколько дней, это, конечно, интересно. Это интересно, да. А вы не обижаете их тем самым, когда вы говорите, что вы не понимаете этих жертв? А я не понимаю, как такое может быть, как не снимать шляпу или что есть на голове перед этими жертвами. Вы меня не совсем поняли. Я считаю, что так просто, ну, безобразно поступили пастухи. Пастухи безобразно поступили со стадом. Так нельзя поступать. Пастух кичится своей сакральностью, криком «цоп-цобе», это так же, как «ум», «цоп-цобе», «цоп-цобе», и поворотом кнута. Но так, чтобы вообще ликвидировать это пастбище под названием СССР, это, конечно, круто. Потому что уж очень много кровяночки было положено в основу вот этой альтернативы современному капитализму. И это как бы особая история совсем. Но надеюсь, что история не инерционная все-таки. История вообще похожа на обезьяну. Вот мы считаем, что история движется, да, вот что-то вот такое вот происходит. Вот посмотрите, там как бы новое. На самом деле обезьяна прыгает вверх и вниз перед нами, но она ни влево, ни вправо не заходит. И она будет прыгать, покуда пол под ней не провалится. А что я имею в виду? Я имею в виду, что принципиально нового ничего не происходит. Как человек боролся за доминантность одного над другим, так он и борется. И вполне можно в этом плане прогнозировать некие будущие моменты в истории мира и России. Не так давно ни один там французская газета, не совру, что это был Ле Монт, нет, это газета второй или третьей руки даже, попросила вместе с русскими писателями, какой-то опрос сделали, высказаться по поводу ковида. И было это весною, когда еще как бы ничего не было понятно. Естественно, умные русские писатели написали примерно в своих статьях, что после ковида мир станет иным и прежним не будет. И только один идиот, А.М., сказал, что ничего не изменится. Вообще ничего. Сколько бы жертв ни было. И некоторое время, а после этого грянул как раз карантин, вот это все, isolation и прочее. Я думал, ну какой же я идиот, ну как же я так мог лажануться. Посмотрите, какие изменения. Ну я сейчас-то вижу, что ничего ровным счетом не изменилось. Вот сколько не погибнет, понимаете. А пастухи скажут, нет, 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 мы не можем жертвовать экономикой. Нет, ну люди, да, ну как Бог даст. Сейчас посмотрите, все как бы открыто во всем мире. Правительство в прострации, по-моему, всех по этому поводу. Просто они не знают, как поступать. Закрываем опять на изоляцию, это будет кирдык экономики. А кирдык экономики – это прежде всего кирдык положения пастуха. Он уже не сможет бить так хлыстом и кричать «цоп-цобэ». Нет. А положение пастуха – это самое важное. И в этом плане, что бы ни произошло, в принципе, вот эти доминанты человеческого существования, как-то доминирование одних людьми над другими, он будет воспроизводиться. Что бы ни случилось. Даже, понимаете, если, не дай бог, нейтронная бомба разорвется, те, кто останутся, будут все те же сами. Кто-то будет пастухами, а кто-то будет стадом, который нужно будет резать или стричь. Интересная вот ситуация со Второй мировой войной. Погибло 50 миллионов человек. И смотрите, первые десятилетия мы действительно, прежде всего, мы увидали как бы нечто новое. В культуре, а в кино. Мы увидали неореализм. Чуть не сказал некореализм. Это некореализм. И мы потом тоже увидали. Это другое, да. Это другое. Увидали неореализм. Увидали французскую новую волну. Пришло поколение, которое знало страдания, которое пыталось выразить какие-то существенные для людей вещи по поводу войны и по поводу собственной боли. И на сколько это хватило? Насколько это хватило? Ну, до середины 70-х годов. То есть на 30 лет 50 миллионов хватило жертв, чтобы 30 лет как-то искусство говорило не только о первичных инстинктах. Может быть, это потому, что те, кто делали это искусство, увидели войну своими глазами? Конечно, конечно. Да, вот эти рок-н-ролльщики, о которых мы с вами говорили, они же родились-то при бомбежке. Сартр, Камил, Атсессия. Да, это всё на уровне генов было. Так же, как моё поколение, мы бомбёжки не застали, но на уровне ген наших, конечно, мы помним насилие государства, террор государства сталинского. Конечно, конечно. Ну, хватило, видите, искусства лет на 25-30, 50 миллионов. А потом всё тоже. Вообще, в кино считается, что вот эта первая серия «Звёздных войн» повернула принципиально кино, опять развернула на коммерческие рельсы, которые оно было до войны, полностью. Но выяснилось, что кино приносит больше дохода, чем нефть, или, во всяком случае, сопоставимо. И как бы всё, сейчас мы в кино, ну что, мы ходим в кинотеатры, не знаю, сколько сейчас платим, 300 рублей или больше. Побольше, побольше уже, до 500. 500 рублей. Я в основном в профессиональной среде смотрю бесплатно. Вот это всё и дома. Вот, фильм или плохой, или очень плохой. Вот как бы две градации. И насколько как бы он внятно и прикольно говорит о первичных инстинктах. А мы смотрим, почему? А чтобы разгрузиться, чтобы не париться. И сами того не понимаем, что мозги, оно ведь как тело. Ты не тренируешь тело, и тело перестаёт тебе слушаться. Ты не тренируешь сложностью мозги, и они атрофируются. Кино было великой манипуляцией до войны, и сейчас стало более великой манипуляцией. И вот если раньше пастух управлял через насилие своим стадом, то сейчас, наверное, это как благороднее, что ли, он управляет через манипуляции. Но о манипуляции знали ещё во времена Джордана Бруно. Понимаете? У него есть работа одна о манипуляции, об управлении мечтой и желаниями. Довольно странно, да, для тех лет. Это я в том плане говорю, что всё это как бы известные вещи, и обезьяны прыгают вверх-вниз, но ни влево и ни вправо. Бруно, кстати, один из тех, кто прыгнул влево или вправо. Ну, наверное. В отличие от Галилея. Наверное, наверное. Наверное, да. Иногда такие прыжки получаются. Но, в принципе, человек остался тем же, что во времена Бруно и во времена Макеавелли. И так что, что будет в будущем? А в будущем будет следующее. Значит, когда сменится политический режим, на этих навесят всё. А потом, лет через десять, наш сегодняшний руководитель будет опять звездой. Если Сталин у нас звезда, наше всё. Хрущёв говорил, что у него руки по локоть в крови, а у остальных я уж не знаю. Так почему мы думаем, что так вот мы как бы сейчас освободимся от всего, двинемся в прекрасную Россию будущего? Обезьяна влево и вправо не прыгает. Не будет никакой России. А будет вниз и будет. Да нет, ну как, как не будет. Будет. Обязательно будет. Ну что, ну как не будет. Ну что вы, что вы. Огромная такая территория, огромная страна. Если всему миру кирдык, тогда и Россия кирдык. Да будет что вы, всё будет замечательно. Всё будет то же самое. Будут пастухи с криком цоп-цобе. Это они будут называться сакральностью. Крик цоп-цобе. И будет стадо. Вы анархист. Нет, я не анархист. К анархизму я отношусь с вниманием. Я считаю это очень интересным явлением социальной мысли. Но ведь сущность анархизма самоорганизация. Община. Самоорганизация. Так что анархизм об организации тоже. Но на неких других, может быть, утопических основах. Это вовсе не вот эта вольница свободы, это делаешь, что хочешь. Нет, анархизм предполагает ответственность. Просто эта ответственность, она делегирована общинам и кружкам. Ну, возможно ли это? Ленин же очень интересовался анархизмом. Он же беседовал несколько раз. Это как бы видно по этим журналам. Я в то время смотрел с Кропоткиным. Он очень относился обережно к этому. Со своей идеей упразднения всякого государства. Идея 17-го года. Диктатура пролетариата – лишь временный маленький этап для того, чтобы полностью сломать государственную машину. Он в этом плане был абсолютный романтик. А романтики – это те, кто предполагает, что в мире может быть сложное управление. Анархизм – сложное очень управление. А молоток – простое. А пришел Иосиф Виссарионович, и он даже НЭП сломал. Это был слишком сложный. А молоток – нормально, как бы. А первичная угроза – молотком по голове. Все. Все хорошо. Вот сюда сейчас ехали. Попалось вам повальное дерево, перегораживающее дрову. Не попадалось. Большое такое, столетнее. Допустим, что попалось. Предположим. Что бы вы сделали? Подсказываю. Действие первое. Ждать, покуда дерево излить, и тогда проехать. Сколько лет на это понадобится? Много долгих мучительных лет. Вот именно. Во-вторых, убрать это дерево с дороги… Есть еще… Не буду говорить. Куда? Есть еще третий. Третий. Какой это? Изрубить корягу в мелкие кусочки. Ну и руби, 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 руби! Что вы здесь ходите? Я затрепался. Давайте на чем-то… А я заслушался. Да, ну, как бы я затрепался. Давайте что-нибудь, да, про другое. А может быть, про это, я не знаю. Задавайте вопрос. Юрий Николаевич, Такое старческое недержание речи. Это не очень хорошо. Но вы меня пригласили, я же должен все-таки говорящей головой быть. Так, я-то вообще люблю больше молчать. Юрий Николаевич, я прошу прощения за вот это возвращение как бы в биографию. Ну, мне просто чрезвычайно важно от вас это просто лично даже там в том числе услышать. Как вы познакомились с Александром Николаевичем Сокровым? Ну, Александр Николаевичем мы познакомились в институте. Александр Николаевич хотел делать экранизацию Платонова, реки Подтуда. Не искал сценариста и что-то не находил. Наш преподаватель литературы, абсолютно выдающаяся женщина, Евгения Александровна Звоникова, нас познакомила как вот один гений, как она считала, с режиссерского факультета, и второй кандидат в гений, со сценарного факультета. Она вас считала гениями? Ну, я, может быть, бла-бла-бла сейчас говорю, но она читала нас лучшими на этих двух факультетах. Я не знаю, ну, я не даю этому оценки. Вот она двух лучших свела. То ли Саша, то ли она спросила, читал ли я Платонова. Я сказал, конечно, хотя я ничего не читал к тому времени. Но я был заносчив, так же, как сейчас, и знал, что эту работу я сделаю. Когда мы начинаем учиться, то теряется, в общем, собственный голос, собственная тема, какие-то вещи, и уже сами понимаем, что плохо. И педагоги нам говорят, ну, в общем, вот ты хуже стал писать, и делаешь хуже. И говорят, даже мы не знаем, почему так, в общем, происходит. И сам не знаешь, что, собственно говоря, что надо, говоря, делать. Хотя, все мы знаем, что надо делать, все-таки надо беречь свой голос, как-то впитывая то, что нам здесь дают, развивать. Прочел «Реку Паттудань»… А это можно было спокойно в библиотеке взять? Да, «Реку Паттудань» вполне спокойно. Это все издавалось со времен оттепели хрущевской. Ну, чуть попозже, с 60-х Платонов начал издаваться. Вот. И мы начали работать, и как бы официально мы запустились с документальной картиной, а Саша уже хотел подпольно снять «Полный метр». И сценарий, который он написал, я не знаю, какой он был. Тарковский меня что-то там укорял за этот сценарий. Что-то он там говорил, что я не решил в сценарии проблему речи персонажей. А, «Shut up». Какая там проблема речи персонажей. Два гения, озабоченные собственной самостью, еще будет речь персонажей. Чего ты говоришь, чувак? Написал, не думаю, что это был хороший сценарий, но что-то было. Саша поехал в Нижегородскую область, Горьковскую область, и снял эту картину. Была она длинной, кривой, но живой. Это отметили все. Прежде всего, тот же Тарковский. Что появилось нечто живое, кривое в хорошем смысле. И то, что не совсем имеет референсы. Это не совсем то, что уже было когда-то снято. «Здравствуйте. Вы меня не помните?» А что, вот вы встретились как раз с Уровым, вот какие вы такие друг другу слова произнесли, когда вы поняли, что какая-то сцепка происходит, вы же, ну люди чрезвычайно самостоятельные, каждый из вас, ну как найти этот общий язык, тем более на основе Платонова? На основе Платона оно очень легко, значит, если мы люди самостоятельные, значит, мы андеграундные. Андеграундные – это значит, мы не признаем традиции. Вдвоем сделать нечто легче, чем сделать одному. И мы пошли вместе, может быть, даже против своей воли и желания, помогая друг другу, мы были в одном окопе. А потом, когда снаряды перестали летать вокруг, выяснилось, что мы можем как бы в разных окопах, а можем вообще в кафе сидеть поодиночке. Наверное, какая-то такая история. В молодости каждый считает себя гением. И это как бы основа для некоего художественного состояния и творения, и дело ничего-то. Другое дело, что гениев практически нет, это всегда ошибка. Мне прыгов, Дмитрий Александрович, мудрый человек, учил меня жить как старший. Ну, вы знаете, да, о ком я говорю? Пригов? Да. Ну, конечно. Ну, хорошо. Потому что я, на самом деле, как бы не совсем сейчас уверен, это все очень быстро уходит, эти все форматы. Он говорил, Юрий Николаевич, никогда не опровергайте человека, который скажет вам, я гений. Никогда. Всегда соглашайтесь и говорите, вы гений, гений, конечно, гений, только успокойтесь. Дмитрий Александрович был мудр. Так вот, каждой молодости говорит, я гений, но почти никто гением не бывает. Но когда двое людей, которые считают себя во глубине души выдающимися и хотят работать... Вот мы хотели работать. Сокуров абсолютно трудяга. И вы? Не знаю. А Сокуров абсолютно трудяга, больше, чем я, потому что я люблю паузы, я люблю ничего не делания, я люблю очищение головы полное, как бы, вот это такой белый лист, при введении себя белый лист. А вот, Саша, мне кажется, другая психология, но все время нужно производить, производить, производить. Я думаю, что это не профессия. Это профессия до определенного момента, пока вот человек не получил в результате образования какие-то определенные конкретные навыки. Дальше начинается другой этап жизни, который заключается в том, что режиссурный становится просто формой реализации личности, так или иначе, какой-то формой осуществления мировоззрения своего. Ну, мы любили работать, и я любил работать, да. И, наверное, вот любовь к работе, сопротивление истеблишменту, и какая-то такая судьба, когда пинают все вокруг, а есть узкие круги людей, которые тебя поддерживают, которые говорят, ребята, ребята, ну, нужно одну ночь простоять и день продержаться, все будет. А потом, когда вроде бы настало, что все у нас случилось, как бы выяснилось, что, собственно, не для этого мы работали. Не для этого мы работали. И выяснилось, что вообще мир как бы устроен значительно сложнее, что премия на фестивале, пусть даже каннская, и признание в профессиональной среде на самом деле не решают каких-то вопросов, которые находятся в центре того, что мы делаем. Или внутри вас? Ну, естественно, внутри нас, поскольку мы-то считаем, что искусство должно выражать вот эту нутрянку, а вовсе не быть бикмаком. В этом плане искусство – это такой изощренный, дорогой французский ресторан, если это все сравнить с блюдом. Тот, кто любит бикмак, все эти ресторанные блюда, изысканные, покажутся просто отравой. И то, что мы делаем отравой, хотя я не знаю, насколько это изысканно, может, это даже совсем не изысканно. Короче говоря, выяснилось, что мы, как правило, да, это часто бывает, что мы хотели чего-то другого. Конечно же, нам не мешают как бы премии и признание, но каких-то коренных вопросов это не решает. И то, что сейчас, не знаю, лично я чувствую, как и чувствовал раньше, одиночество. Лично я чувствую, как чувствовал раньше, бесперспективность собственных усилий. И лично я, как чувствовал раньше, знаю, что без этих усилий я просто перестану существовать. Я буду их делать, несмотря на бесперспективность. Как у Саши, не знаю, я думаю, у Саши Александра Николаевича примерно где-то схожие мысли и чувства. Но вы же ходили вместе с ним на лекции Мираба Константиновича. Ну, ходили, а что Мираб Константинович? Мираб Константинович, он все время это же самое повторяет. Человек – это бесконечное усилие. Мираб Константинович, да, весь курс читал одну и ту же лекцию разными словами. И, вы знаете, он был выдающейся персоной не только потому или совсем не потому, что он читал и писал, а просто весь его облик и образ действий, образ жизни показывал нам, что человек должен быть таким. Вот вы понимаете, вот в чем состоит учеба? Вот можно миллион раз говорить добро, 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 зло, 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 учить нравственности или учить безнравственности, как есть тоже такие персонажи. Но это все пустое, это все пустые бла-бла, а ты должен действием доказать и действием показать, образом жизни показать. Мамрадашвили показывал образом жизни, поэтому мы снимали то, что было на голове. Бетловку, Шапку или Беретта. А, Беретта уже не носили тогда, Беретта в 60-х годах ушли вместе с Шуриком и с Операцией. Илья Николаевич, мне всегда было интересно, а как у вас, начиная со одинокого голоса человека и дальше, как это происходит, происходила эта работа между вами и Александром Николаевичем? Вы пишете, приносите ему. Я первые годы как бы был, как бы вам сказать, вот Саша давал некий материал и некое чувство, чтобы он хотел выразить, а я уже это все, естественно, адаптировал себе и формировал материал как сценарий. То есть это была такая работа, в какой-то степени, это можно сказать, обслуживанием, но поскольку у нас дружеские отношения, это было дружеское усилие, моя дружеская помощь. И где-то это, наверное, продолжалось лет 8-10, покуда у меня не возникли, не то что собственные амбиции, а возникли некие свои сюжеты, темы и как бы идеи, которые я хотел бы выразить. И в этом плане мы развивались по-разному. Саша развивался быстрее, я развивался медленнее, но как бы вот дойдя до сегодняшнего дня, я до сих пор только сейчас на самом деле почувствовал вкус к неким... Я, короче говоря, накопил багаж собственных идей, собственных ощущений. И в этом плане мы уже, наверное, не работаем вместе, но редко работаем, когда вместе, хотя вот сейчас я сделал картину, и Саша был худруком, много мне помогал. Это какая? Ну, я снял мы с группой, я с группой снял в Албании картину под названием «Герокастро», где Александр Николаевич был ангелом-хранителем, худруком. Ну, я снимал в Албании, он был в Питере. Вот, я думаю, что эта картина весьма интересная, как мне кажется. Это картина о терроре, о государственном терроре. А где же ее нужно увидеть? Нигде. Ее нигде нельзя увидеть, она, во-первых, недоделана, еще она будет доделана. А во-вторых, конечно же, прокат ее возьмет с трудом. То есть она должна пробиваться через мировые фестивали, а учитывая языка вида, что фестивали как бы йогс у нас, это вообще все сложно. Короче говоря, я что хочу сказать, по-моему, все-таки мы сотрудничали друг с другом на основе дружеского расположения и на основе дружеской кооперации. Вот, собственно говоря, и все. А вы могли себе предположить, ну, то есть вы себе представляли, что вы увидите на экране? Хотя бы там в черновом варианте. После «Одинокого голоса», до «Одинокого голоса» я не представлял, после «Одинокого голоса» я уже мог себе представить. Мне не все нравилось, мне не все было близко. Но я отдавал должное оригинальности, я отдавал должное глубине, я отдавал должности амбициям, в хорошем смысле слова, художественным амбициям. И с удовольствием работал в одной упряжке. А что вы будете делать? Я ничего не буду. Мы станем как обыкновенно жить, чтобы вы не мучились. Подождем, нам нечего спешить. Известно, то есть вы уже сейчас сами рассказали по поводу того, как отреагировал Тарковский на эту картину. А в целом, то есть наверняка же вы еще кому-то показывали, ну, вы спасли там как-то, Александр Николаевич вытащил там этот мастер, он его как бы спас. Как киносообщество вообще отреагировало на эту картину, на эту работу? Ну, кроме Тарковского. Сообщество реагировало круто, гениально и прочее, прочее. Но это сообщество было там из 10-15 человек. Это в тот время? Ну, господи. Ну, тот же Мамардик, Мамардашвили. Мамардик? Ну, конечно, показывали мы картину Мамардику. Что ж Мамардику не показали? А как вы сидели? Прямо арабов, сакуров, мурдашвили? Ну, а чего? А чего тут такого? Значит, Мамардик же это как вы сидите такой же. Это когда человек умирает, а вокруг него начинает создаваться этот скафандр харизмы. Ну, у него много было харизм при жизни, но это был человек демократический в рваном свитере. И это не было такого жлобства, которое мы наблюдаем очень часто по отношению к людям известным. Потом же это, вы понимаете, масс-медиа-то в советское время существовало, оно существовало в основном на уровне очередей и слухов. Вот у вас интернет и у нас интернет, у моего поколения сейчас интернет. А раньше был интернет, ты в очередь становишься за колбасой, все узнаешь. Про здоровье генсека, про подорожание, про все, вообще про все. То же самое вы сейчас интернет, что слухов нет, короче говоря, интернет – это разносчик слухов, информации, слухов и домыслов, и дезинформации, дезухи. Так вот, в этой системе люди надувались несколько иначе, чем надуваются сейчас. Потому что, скажем, вот эту нашу с вами беседу, там человек 100-200 посмотрит. Тысяч? Ну, тысячу посмотрит. А про Бомардика, что он гений, знают 10, 15, 20, 35 человек. Ну, нет, Юрий Николаевич, нет, ну что вы говорите? Ну, какие 30 человек? Ну, нет, ну, нет. Ну, хорошо, 300 человек, не больше. Ну, о чем вы говорите? Ну, нет. Это абсолютно другая ситуация, когда все в одной лодке, безнадежные лодки, барахтающиеся в шторме официозы. И того, гляди, захлестнет волна, и ты пойдешь на дно. Это другая всем ситуация. Естественно, мы сидели рядом, два раздолбая молодых, особенно я, и умудренный человек, поклонник французской культуры, который считал, что неизвестно, почему его занесло в эту холодную Россию, в эту холодную СССР, где волосы растут вовнутрь головы, его одно из любимых высказываний, он вообще как бы был как потерянный. Естественно, он приветствовал все, что выходит из границ официоза. И те, кто знал об этом фильме, кому нравилось, они все вот так вот осудили. Но потом другая эпоха. Это как бы эпоха, ну, как бы вам сказать, это может вам интересно, а мне интересен слом, который наступил после этого. Вот слом очень интересен. Это какой момент? А вот смотрите. Вот перестройка, светочи либерализма, могу назвать имена, могу назвать издания. Назовите. Ну, ладно. Ну, зависит. Ну, хорошо. Я открываю газету «Московский комсомолец» и читаю опрос читателей «Лучший композитор XX века». Так. Мне известно, мне рассказали, что пушки наши все. Мне рассказали, что СССР – самая читающая в мире страна. Мне же рассказали. Значит, я могу прогнозировать, «Московский комсомолец» – светочный либерализм. Я могу сказать, что, наверное… Ну, кто у нас был в XX веке? Ну, Стравинский, ну, Прокофьев, ну, Леннонс Маккартни. Первая позиция – Игорь Крутой. Ну, это, блин. Без бэ. Ну, Юрий Николаевич, ну, это же понятно. Даже тогда было. Это, на самом деле, вы недооцениваете всех этих вещей. Понятно, что это проплачено. Я тогда не понял даже. А поскольку… Ну, Игорь Николаевич, сам себя туда и вписал. Правильно. Но люди это съели. И потихоньку, потихоньку, потихоньку Пушкин свалился. Вместо Пушкина… Лариса Рубальская? Ну, Жванецкий, скажем. Ну, зачем Рубальская? Жванецкий. Жванецкий, Пушкин ушел. Жванецкий. Вот, значит, в одном случае, пока свободою горю, пока сердца для чести живу, мой друг, отчизне посвятим что-то там. Души прекрасные. А последнее слово не скажу. А в другом, а в другом одно неосторожное движение и ты уже отец. Вот это здорово, как классно. Каждый мужчина это знает. А как отлично. Культура что у нас такое? Культура же не Пушкина, культура описания связей. Все. Культура есть описание связей между человеком-человеком, человеком-природой, человеком-богом, человеком-государством. Все. И то, и то культура, факты культуры. Значит, одно описание, пока свободу горим, пока сердца для чести. Для чего чести? А что такое чести? Это уже забыто. Мой друг отчизне, почему посвятима отчизне души? Довольно сложное описание реальности. А другое очень простое, то, что знают все. Одно неосторожное движение, и ты уже отец. Одно ниже пояса описания, мы это знаем все, при всем остроумии Жванецкого. А другое поверх, 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 более сложное. И что побеждает? Нижнее описание. И в этом плане явление Игоря Крутого на первой позиции, оно симптоматично. Юрий Николаевич, но он всегда был востребованнее Шостаковича или кого угодно. Но это всегда было так. Дунаевский, да кто угодно. Ну, спросили бы вы там в 50-е годы, кто номер один. Ну, вам сказать, Дунаевский. Да, но слава богу, не спрашивали. Вы знаете, вы недооцениваете, значит, я вам могу сказать, что было в 60-е годы, как советский человек развивался. Это было очень интересно. Значит, телевизор. Стихи того же Пушкина в исполнении Журавлева, позднее Юрского и прочих. «Октябрь Шостаковича пил, уж роща отряхает в скобках то, что она отряхает и то, что она всегда отряхает». Естественно, мы бесились. Мое поколение бесило. А Пушкини вообще не могли слушать, слышать, это одно фамилия, потому что просто прессовали этим. А с другой стороны, госнасилие. И вот в этих парадигме вегетарианского периода сформировался характер советского человека. Он очень интересен. 1937 год. Широкие репрессии и столетия со дня убийства Пушкина. Как интересно. И советский человек, от вашего вопроса, сейчас я к нему вырулю потихоньку, и советский человек формировался между этими двумя полюсами насилия и аристократической культуры, которую вдалбливают. Пусть не вся. Там кое-что оставалось за бортом, какой-нибудь Константин Леонтик, или Лесков, или Вехи. Но, тем не менее, там было кое-что. А Достоевский уже с 1956 года, по-моему, начал издаваться. И потихоньку в школьную программу вошел. И насилие. И выяснилось, что советский человек может противостоять как-то государству, привыкает ориентироваться в насилии, в пропаганде. И слово «честь», «сердца для чести», вот это то, что шло через аристократическую культуру, вот этот высокий этаж существования, это был тоже его. Единственное, чего советский человек не знал, это деньги. Вот не знал. Вот это коммунизм, как говорил Хрущев. Коммунизм, капитализм. Коммунизм. До коммунизма далеко, естественно, но 100 рублей нарыло, и на эти 100 рублей жили. Квартплата там пятерка, по-моему, стоила, да. Даже не хочу это все вспоминать. И когда, конечно, появились деньги, советский человек оказался абсолютно психологически не готов к этому. И то, что мы сейчас пожинаем вот это вот бабло, которое побеждает зло и прочее, и прочее, когда просто понятие добра и зла отпали, а на первое место вышло понятие эффективности, еще более абстрактное, чем добро и зло. Вот абстрактное понятие. Для кого эффективность? Есть разная эффективность. Вот это все мы пожинаем вот этот вот слом. И когда русский человек привыкнет к деньгам, ну, должно пройти, чтобы он к ним стал бы легко относиться, чтобы это не было бы всей жизни. Так вот, возвращаясь к опросу комсомольца, я сразу понял, что новая реальность наступает. Насыпает новая реальность. И что, по-видимому, по-видимому, многому кирдык из того, что в чем мы живем. Кирдык высоколобым. Кирдык сложному искусству. Кирдык желанию вообще сделать что-то вне референса. Кирдык. Другая эпоха. И уже, когда наши фильмы были легализованы, наш статус потихоньку стал обрастать жирком. Жирком равнодушия. А, ну вот эти все застолбили, значит, в международных фильмотеках есть фильмы этих ребят, да, все. Уже читают лекции, уже учат жить. А про что мы читаем лекции? Мы не знаем, как жить. Мы не знали, не знаем, но просто задержались на этом свете, кое-что видели. И все стало более равнодушно, официозно по отношению к нам. И потихоньку мы стали становиться частью истеблишмента, против чего я всегда возражал. Вот мне как бы, я не хочу быть. Я хочу быть частью культуры, наверное, так, как я ее понимаю. Но частью истеблишмента я могу и не быть. С деньгами я могу быть, я могу и не быть. У меня есть опыты и того, и другого. Не для этого, в общем, мы что-либо делали. И началась вот эта вот амортизация, которая приучает человека к комфорту, о том, что все как бы будет тип-топ, и, как ни странно, к равнодушию. Отношение к нам стало иметь такую ритуальную основу. Она разная, это можно не признавать, можно признавать, но в любом случае, любой ритуал, он далек от живой жизни. Это, возвращаясь на ваш вопрос, а вот как бы что. В новой эпохе мы существуем по-новому, и прыгающая обезьяна сейчас просто вот как бы тогда она поднималась в прыжке, а сейчас она опускается. Это, вовляди, на нас раздавит. Наши усилия сейчас выглядят, как бесполезные потуги повернуть вспять или куда-то завернуть естественное русло реки. А естественное русло реки – это угождание первичным инстинктом и разгружение мозговки на зале. Все как бы. Мы белые вороны, дутые величины, да и вообще неизвестно кто. Потому что мы не работаем с парадигмой одно неосторожное движение, и ты уже отец. Ну, наверное, так, и я так чувствую эту ситуацию. Чего? Давайте еще что-нибудь. Еще потравим какое-нибудь. Что-нибудь. Вы очень крутое, конечно. Да я какое, я не какое. Ну, какое крутое. Это все крутизна, как бы вам сказать, она недорогого стоит. Кто тюрьмы прошел и остался человеком? А, да, ты крутой, да. Ну, я вот, правда, умирал по-настоящему и примерно знаю, что такое смерть. Ну, в этом плане, наверное, вот, может быть, это дает что-то. Как бы представление человека как просто, как о кульке праха. И, конечно, когда этот кулек праха начинает возвеличивать сам себя и говорит, что моему эго должны поклониться все народы мира, а вот это по-настоящему смешное дешево. А все-таки я и я думаю, Александр Николаевич не хотели бы быть дешевками. Саша Трудяга и Молодчина. Его труду можно ставить какие-то внутренние нерукотворные памятники. Я стараюсь быть тем же, но мне просто скучно. Я работаю от скуки. Скучно жить в мире. Да. Ну, скучно жить в мире Евгении. Жизнь, конечно, по сути, есть чудо, божье чудо, но социальная жизнь очень скучна. И, как бы, лично мои усилия часто это, чтобы разогнать эту скуку просто чудовищную социальную жизнь от прыгающей обезьяны. Я вот просто объясню свои какие-то такие ощущения. Я просто, когда тут недавно читал двухтомник, такой написал замечательный историк философии, московский, Петр Рябов. Чудесный совершенно. Там история философии экзистенциализма от блаженного Агустина до сегодняшнего дня через Монтене, Паскаля, кого угодно и так далее. и так далее. Я понимаю, что этот класс людей, которые прыгают в сторону, вне зависимости от времени, вне зависимости от строя политического, вне зависимости ни от чего, он все равно сохраняется. Это огромное счастье, то есть это сохраняет веру, не знаю во что, веру в человека, веру в то, что вообще все это имеет хоть какой-то смысл, когда ты рядом с тобой оказываются эти люди, ты имеешь счастье видеть их, продукт их труда, условно говоря, ваши фильмы с Александром Николаевичем и так далее. Вот про что я думаю. Я удивительно счастливый в этом смысле человек. Я имею способность это видеть, я это вижу и я это осознаю. Ну, да-да, ну, вообще можно как бы все разговоры иначе повернуть. Я несколько раз сталкивался как бы с реальным чудом в жизни и могу сказать, что оно существует. А если оно существует, то существует, как бы вам сказать, вот этот верхний слой бытия абсолютно радостный и существует просто как бы творец и творцы всего этого мира, вот эти спиритуальные существа, которые, конечно же, конечно же, олицетворяют любовь, силу, мудрость и так далее и тому подобное. Здесь, ну, мы всю жизнь спорим, бородатый или бог, или нет. Есть бог бритый, есть бог бородатый, есть бог с хоботом, есть бог с обезьянним лицом, но это вот как бы у нас споры, каким должен быть бог, бородатый или безбородый, насколько борода должна быть подстрижена. Это все, конечно, забавно очень. Но как бы бог, естественно, открывается через историю и через национальные традиции. Тут можно спорить, к какому народу он открылся в большей степени. Но вот по моему собственному опыту как бы чудеса существуют. Чудеса – это то, что происходит вне причинно-следственной связи. И если они существуют, то вот когда с ними сталкиваешься, ты оказываешься абсолютно в блистающем мире сказки и детства. И вот вы знаете, вот ради этого стоит, наверное, жить. Я не знаю, насколько работа с этим связана и помогает ли работа воспринять это чудо. У меня-то просто была ситуация, что вот связанная с болезнью. Довольно тяжелая мне предстояла операция, служба, моя подруга сказала, а знаешь, а я узнаю все по поводу тебя у одного человека. Я говорю, а что это, где он человек, он что, в моем ровиде живет? А нет, он в Канаде живет. Я говорю, а при чем он знает, кто я? Да нет, он ничего не знает, он Евросейника не был. Бог ты, ну, значит, у меня должна быть операция, операция сложная, и все это. Получаю весточку от этого человека. Идите в Красную Церковь с голубым залом и столько-то, столько-то времени, значит, твердите определенную молитву. Но я сейчас не буду уточнить такую. Церковь находится в двух километрах от вас. Что за чепуха? Человек даже не знает, где я живу вообще. Ну, что за чушь? И нет у меня Красной Церкви в двух километрах. Нету. Ну, я говорю, да, спасибо, спасибо, что такой встретился человек. Спасибо, спасибо. Ну, естественно, западает у меня это все в душу. В конце концов, ну, меня не попросили исповедовать культ Санта-Муэрто, меня не просили съесть горячее сердце горного козла и прочее. Не загоняли на кладбище. Ну, что, что-то так я вообще раздосадовался. Ну, я начинаю глядеть Красные Церкви. Они все в пяти километрах. Две. В Останкино и на Алексеевской. Вначале Алексеевской. Ну, ну, какая-то налажал, налажал. И совершенно вдруг случайно я вспоминаю, что у меня тут во дворах в Свиблова есть действительно одна церковь, но она в двух километрах, но, по-моему, она не красная. Я, значит, смотрю по интернете, да, белая. Нет, все не совпадает. Все не то, все не то. Ну, идет жизнь, и как-то один раз после преподавания в институте я думаю, загляну-ка я в эту церковь, что это такое. А вдруг, как говорится, а вдруг, на машине, наверное, надо поехать, а вдруг мне что-то шепчет, ты поедешь на машине, обязательно будет ДТП, ты не доедешь. Я начинаю задачать дугу, ну, два километра что-то такое. Пойду-ка я пешком, и начинаю я идти пешком, значит, это февраль месяц, такая серая атмосфера московская, какие-то остатки снега, какая-то слякоть. А церковь, точнее подворье, стоит во дворах домов в таком небольшой парке. Я прохожу эти, значит, дворы пустые, и вдруг навстречу мне выходит абсолютно голая бабенка. Так ладно. ну, крещённый, я всё-таки, я очень плохой, но христианин восточного православного изгода. И говорит, молодой человек, можно вас на минутку? Значит, в неё накинута, какая-то такая шубейка расстёгнута. И в чём мать родила? Я смотрю на лицо, не проститутка, нет. Это кажется, сейчас будет что-то такое размалёванное. Нет. И я вдруг понимаю, что сейчас всё состоится. Что человек или не человек с другой стороны земли загнал меня в какую-то историю, где сейчас всё состоится. И эта дама или кто это призвала, чтобы меня просто отвратить, чтобы я не дошёл. Я делаю вот такое огибание, естественно, не испытывая никаких первичных инстинктов, ничего, кроме удивления и радости в глубине души. А, ну вот, с этим столкнулся, сейчас всё состоится, потому что это очень всё странно. И вдруг, значит, я вижу, как со стороны туда, куда иду, какой-то идёт прохожий, тоже мужчина, и у неё переключается внимание на этого прохожего. Вот, и она начинает с ним говорить, они как бы остаются, а я иду дальше, 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 дальше. Вот, рационализировать эту даму, ну, я так себе, вот, если рационализация, наверное, это была какая-нибудь наркоманка, просто, которая за, значит, такое быстрое удовлетворение в пустых дворах, вот, невозможно себе представить, это Москва, может быть, как бы деньги, чтоб уколоться, я вообще не знаю, кто это, короче, я говорю, и подхожу к этому подворю и вижу, что церковь красная, что с неё сбили штукатурку белую и обнажили красную кладку, ёлы-палы, я вхожу вовнутрь, конечно, никакого голубого, ну, ну, какое, ну, какое, может быть, голубое, вообще, что это голубое, вообще, что он там наплёл мне, но я, тем не менее, радостный, в общем, что-то такое происходит, я, церковь пустая, оденье, я сажусь на скамейку, начинаю молиться, ту молитву и столько раз, сколько мне сказал, незнакомый для меня человек, я вдруг вижу маленькую дверцу в левом плитворе, она полуоткрытая, я вижу, что там какой-то маленький зал, я открываю эту дверцу и отказываюсь в голубой церкви, в голубой пристройке. Я вдруг понимаю, что всё, вот и всё, а вот и всё. И, начиная молиться, отмолившись, я слышу голос, как давно вы у нас не были, что случилось. Я оборачиваюсь, стоит какая-то маленькая женщина, улыбается, я говорю, а разве я когда-то был? А вы забыли, ваша жена же помогала нам восстановить этот храм. я вдруг вспоминаю, что действительно мы как бы помогали, там писали, собирали какие-то деньги, когда это было, просто восстанавливались трухи всё это. Потому что это был какой-то склад, ну как обычно, вот в эти времена, когда восстанавливались церкви в конце 80-х, там перестройка. я говорю, скажите, а как называется вот этот притвор, эта часть? Он говорит, Георгий Победоносца, а Георгий мой святой, я Юрий, я Георгий вообще. Я делаю то, что сказано мне, и диагноз не подтверждается, и операции не будет. А человек или кто-то, который мне об этом сказал, никогда не был в России, меня не знает, индус, крещённый индус, специалист по индуизму и по христианству, который вот с первого момента абсолютно включается вот это, как бы сказали бы, единое информационное поле, где не существует прошлого, настоящее и будущее, аж всё сконцентрировано в одной точке. Ну, это теория, как бы научная, она не подтверждена и не опровергнута. А с тех пор, в самых, как бы, ответственных моментах я с этим человеком просто советуюсь. И вот когда этот, в прошлом году мы делали этот фильм, он очень долго, он готовился восемь лет и как бы не мог раскрутиться, и так получилось. Я хотел сначала, чтобы другие режиссёры это делали, а вообще не хотел быть режиссёром, несмотря на как бы то, что хочется попробовать что-то новое. Вот, я позвонил, он сказал, да нет, ваша картина уже снята, вы просто смотрите там, постарайтесь скопировать то, что уже снято. Да, я постарался скопировать. Короче говоря, я к чему всё это клоню? Я клоню к тому, что наш разговор начался на таких минорных тонах, что всё скучно, грубо говоря, скучно жить мой Евгений. Но это только полправды, половина правды. А вторая половина правды состоит в том, что есть абсолютно блистающий радостный мир творчества, любви, культуры и того, что мы называем Богом. Абсолютно. Я хотел поэтому вас и спросить, какой смысл тогда, смысл помнить или думать об этом рейтинге в московском комсомольце, об этом Игоре Крутом, если ты являешься свидетелем чуда. Я в рейтинге живу. Я в рейтинге живу. В рейтинге моя социальная жизнь, понимаете? Это вещи... Вы знаете, моя позиция, нужно всё знать, всё понимать максимально, то, что тебе подвластно. И ну, оставаться самим собой, что ли? Как бы Божьим созданием, насколько это возможно. Так что для меня, вы знаете, это вещи в какой-то степени ну, не равновеликие, но я считаю, что жизнь состояла... Если бы жизнь состояла бы только из чуда, то я был бы таким радостным, идиотским проповедником и ходил бы по улице с криками «Харе Кришна» или ещё что-нибудь. Или какая-то женщина. А я не хочу. А я не хочу. А я не хочу. Я тоже. Юрий Николаевич, можно я вас спрошу просто... У меня этот вопрос, честно говоря, не то чтобы мучает, но мне просто интересно. Если посмотреть на вашу фильмографию, которую вы... Простите, что я только про Сокурова спрашиваю. Режиссёров много, но всё-таки. Смотрите. «Одинокий голос человека» Платонов, «Дни затмения» Стругацкий, «Скорбное бесчувствие» Бернард Шоу, «Спаси и сохрани» Флабер, «Камень», так или иначе... Ну, какой-то, да. Что это такое? «Тихие страницы» Достоевский. Почему для вас с Сокуровым всегда было так важно опираться вот на эту... Основу как бы большую? Это возвышенно и сниженно. Возвышенная часть ответа для нас всегда была важна традиция и культура. Сниженная часть ответа отсутствие оригинальных идей. А в чём больше правду? В чём правда, и в том, и в другом. Оригинальные идеи позднее появились. Позднее, позднее, позднее. В 2000-х. И там по фильмографии вы тоже самое это увидите. Абсолютно верно. И у меня там, и у Саши, у него там документальная картина. Моя рука Вы помните ваш первый разговор с Сокуровым, когда у него в голове или у вас, или вместе, идея вот этой тетралогии «Волох, Телец, Солнце, Алфа»? Я помню, как мы шкаф ему на высокий этаж в общежитие тащили, вот это я помню. А никакой идеи тетралогии не было, абсолютно. Я, во всяком случае, в эти идеи тетралогии не посвящен. Разговор про Молох или Молох, и уж не знаю, Молох, говорят, точное ударение, я как бы исходный разговор помню. Слушай, а давай сделаем картину про Гитлера? Вот это так звучит? Да. А давай сделаем картину про Гитлера? Я говорю, давай, Саша, о чем нет? Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Дага, это только ты напиши, чтобы Гитлера играл Джек Николсон, а его Браун Лайзе Миннелли. Да ладно? Я вам рассказываю разговор. Он так и сказал? Да. Вы как бы брали интервью, вы считаете, что Александр Николаевич такой грустный, глубокий, унылый человек? А вовсе нет. В молодости он был довольно забавным. Да и сейчас тоже. А также, да, вы были забавные люди. Я говорю, да, Саша, хорошо, все. Чего там? Что нам стоит дом построить? Ну и написал такой один день. Вот. До этого почитал дневники Гитлера. Но мы договорились, что вообще войны в картине не было. Какие? Подождите, а как дневники Гитлера? А дневники секретаря Гитлера. Они замечательные, там как бы весь идиотизм, в общем, видно, за который человечество заплатило 50 миллионов. Но не только идиотизм. Как бы любые застольные разговоры, они идиотские. Кого не запиши. Я думаю, даже если Платона застольные разговоры кто-нибудь записал, все было бы примерно так же. Финны сумасшедшие от того, что у них все время зима и северное сияние. Все северные народы безумны именно от этого. Снег излучает тоску. У чехов же усы растут книзу от того, что они произошли от монголов. Но немцам повезло, сильно повезло. Северное сияние их не коснулось, а монголы прошли стороной. Короче говоря, написал. Саша снял. Ну, естественно, когда еще до съемок мы обращались к каким-то еще продюсерам помощи. Довольно запомнился мне отзыв одного крупного голливудского продюсера, который сказал, что вы как бы не понимаете на самом деле работы в Голливуде. Ни одна картина про Гитлера, где нет войны и еврейской темы, не будет нами финансироваться. А сейчас все изменилось. Сейчас все изменилось. То есть наша картина про Гитлера была ласточкой на самом деле изменения тренда. А после этого вышла картина «Бункер», после этого вышли «Тарантино», вот эти все бесславные ублюдки, где все как бы перевернуто и картина забавная, скажем так. Все изменилось. Но вот это я запомнил. Я запомнил, это меня поразило, вот эта форматность Голливуда, крупнейшей фабрики, крупнейшей кинофабрики, которая определяла, начиная с 20-х годов по сегодняшний день, просто физиономию кино как промышленности. Это было довольно интересно. Вот, собственно говоря, то, что там было. Когда Саша снимал, на Линфине почти ничего не производилось, и Герман старше жаловался, до чего бы дошли пустые студии, пустые коридоры студии, и по ним ходят какие-то люди в гестаповской одежде. Герман старше. Вот до чего вы докатили. Вот советское кино, до чего докатили. Это я помню. А какая из четырех, собственно, вам? Ну, спрошу прямо, вам больше всего нравится. Я давно это не пересматривал, но я пересмотрел вот несколько лет назад в кинозале на пленке, не на цифре, Моллах, и на меня произвело большое впечатление картина. Я считаю, что это одна из лучших наших совместных картин. Ну, что? Что ты от меня хочешь? Тебя же нет. Ничего нет. Ничего, ничего. Ничего нет. Прочь. Я вам скажу, что они... Я смотрел недавно, все пересматривал, все четыре. Нет слов. Ну, ладно. И слава Богу. И слава Богу. Нет слов просто. Да, и слава Богу. И как бы наша плата здоровьем, глазами... Да, это чудо. И как бы одиночество, ну, если фирмы приличные, слава Богу, это чудо. Для меня эти ваши картины... Плата невысока. Для меня эти ваши картины с ним, это то же, что для вас Красная Церковь в двух километрах от вашего дома. Пока это так. И слава Богу. Юрий Николаевич, что будет после смерти? Ну, я могу подробно вам рассказать, что будет. Для большинства будет небытие, а для меньшинства путешествие. Три... Другой трип. Для большинства те, которые не сформировали душу, а для меньшинства, когда душа сформирована, вы продолжаете путешествовать. Взгляд не канонический, не христианский, ни в каком изводе. Но поскольку я не священник, поэтому я и не еретик. Я никому не навязываю. Это мой личный опыт. Я не считаю, что у всех есть душа у людей. Я считаю, что, да, есть потенции для души, богоподобны, но душу человек теряет, и потерявши душу, у большинства людей после смерти не будет ничего ровным счетом. Те, кто душу сохраняет посредством любви и творчества, и так называемого добра, для тех путешествие продолжится. Когда ты совершаешь путешествие на край ночи и достигаешь края ночи, там тьма или свет? Там путешествие будет скорее в свете. Я не думаю, что это такой, как бы, некий абсолютный мир радости. Но существование продолжится. Тут ведь, понимаете, с бессмертием только один вопрос. На уровне энергетическом физика, и мы из-за времен школы знаем, что энергия не исчезает. Человек как энергетическое существо, он никуда не исчезает. Вопрос в сохранении психологического склада этой энергии. Вот психологический склад, я уверен, сохраняется после смерти только у тех, кто не потерял, а сформировал душу. У большинства это все в такую безличностную энергию уходит. Глупые высказывания. Ну да ладно. Не первое глупое высказывание, но не последнее. Ну это моя, как бы, ну, вера, что ли, интуиция, если это хоть как-то соприкасается с реальностью. Не знаю. Ну вот, но поскольку просто у меня есть человек, который на другой стороне земли может предсказать, что будет с вами в 72 часа, так что, может быть, мои слова не такие уж глупые. Спасибо, Юрий Николаевич. Все, спасибо. Спасибо. Холодно у вас, что-то я подмерз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok